ребята всем привет вот и закончились зимние каникулы сегодня вторник 9 декабря поправляемся к траку уже все вещи продукты все загрузили вчера на выходных потихонечку дом подвозил сейчас взяли маленький груз такое смешно я вам даже покажу ну так что ребят не переключайтесь не переключайтесь ребят надо сейчас распечатать сопроводительные документы аукши он видите бедобу акшен я когда-то уже бывало такого сегодня бедобу только тут что-то непонятная информация сейчас мы это распечатаем и будем звонить диспетчеру узнавать что к чему так ребят что начинаем трогать сюда наш брак запущен электронный макбук навигатор включен видите 20 20 миль нам ехать до пикапа тут рядышком из холландейла в и я я мне и и и и им и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, приехали на загрузку. Значит, заезд у них видите какой, надо было развернуться. Сейчас мы задом пятимся на их территории. Будем забирать груз. Там у них рампа стоит. Сейчас будем парковаться. Вон, видите, рампа. Сейчас мы задом подъедем сюда к ней. Пойдем проверим. Видите, рампа немножко низковатая, но мы ее опустим. Там у них есть хэндл, крутелочка такая. Мы ее пониже поставим. Осталось совсем немножечко. Сейчас подъедем метр и все. Ребята, ну вот, вот это и весь наш груз. Видите? Вот такая маленькая штучка. Она поднимается высоко-высоко вверх. Значит, сейчас мы форклифтом поднимем ее и поставим на трейлер. Вот такая маленькая штучка. Все, загрузились. Осталось нам, получается, видите, 10,5 часов ехать, 12 часов 45 минут общий рабочий день и 6 часов 45 минут до брейка, то есть до 30-минутного отдыха. Навигатор адреса не видит. Там такая сельская дорога. Наверное, это частник. Кто-то заказал себе такую штуку. Забили просто в Google Map. Показывает ехать нам 575 миль. Это где-то 900 километров, что ли. Сегодня будем там. Постараемся. Попозже я позвоню клиенту, спрошу, где там, что там, как меня будут встречать, не будут. Когда они собираются меня разгрузить. Но сейчас уже с этими электронными локбуками... Раньше я бы как поступил бы? Я бы остановился где-то на Тракстапе на ночь. На ближайшем там 20-30-40 километров с утра обычно я оставлял. И уже доезжал с утра, чтобы спать где-то в нормальной локации. Но так как сейчас у нас электронные локбуки, то лучше всего доехать туда сегодня. Там заночевать. И с утра уже то время, которое на разгрузку, это уже не показывать. Там можно аккуратно просто сколько там, час потратишь и написать, что 15 минут был. Понимаете? В общем, приходится что-то как-то выкручивать из того сейчас, что нам предлагают американские законы, американские правила. И не знаю, слышно вам или не слышно, как посвистывает ролик. Вот это я хочу поменять в Атланту. Почему я туда и еду? Ну и заодно уже отрегулируем тормоза на тягаче. Поменяем масло, сделаем маленькое ТО. И уже оттуда начнем нормальный, полноценный, как говорится, рабочий цикл. Такая здесь улица не особо-то широкая для разъезда. Видите, траки стоят. Сейчас будем выкручиваться здесь как-то. Почар. Ну вот и первая пробочка, ребят. Такая вот у нас Флорида. 95-я дорога на север, которая ведет. Очень часто здесь случаются пробочки. То дождь, то у кого-то понос, у кого-то золотуха. Но делать нечего, делать нечего. Надо ехать. Дорога не ждет. Дорога не ждет. Дорога, дорога. Ты знаешь так много, о жизни моей непростой. Дорога, дорога, осталось немного. Дорога, я скоро приеду домой. Да, ребята, вот так вот быстро проходит время. Две недели, даже чуть-чуть больше. Я приехал домой 22 декабря. Сегодня 9 января. Время пролетает просто незаметно. Обычно дома я всего лишь неделю. И иногда кажется, отдоху, хорошо, можно ехать дорогу. А сейчас, чем больше находишься дома, тем сложнее уезжать. Но, как кто-то говорил, если бы не было бы разлук, не было бы встречи. Такое ощущение иногда, когда уезжаешь в рейс, что люди остаются, жизнь остается где-то позади, она там течет своей повседневностью. А ты куда-то в другой мир. Мир дороги, мир путешествий, приключений. И ты остаешься один сам с собой наедине. Я даже не знаю, как раньше дальнобойщики ездили. Вы представляете? Не было ни телефонов, не было ни скайпов, ни вайберов, ничего, понимаете? И люди за месяцами были в дороге, семьи их не скучали, дети, жены. Сейчас все просто. Но все равно, все равно этого не хватает. Да, так что такие вот дела. Ребята, остановились мы на зоне отдыха. С непривычки долго ехать, надо немножечко отдохнуть, передохнуть. Видите, как Фреддик галеет, свистит. Слышно, да? Да, очень неприятно прямо едешь, и сердце кровью обливается, бедняга. Ну, потерпи, Фреддик. Приедем до Атланта. Мы тебя вылечим. Проверим цепи, чтобы ничего не шаталось, все стоит ровно. Вот такой, видите, мощный у нас груз. Чтоб так всегда ездить, еще и за это деньги платили, было бы вообще шикарно. Вот так, ребята, и заканчивается день. Видите, уже темнеет на улице. Подходит день к концу, первый нашего рейса. Что я, какое я принял решение, ехать на разгрузку сегодня либо нет. Я решил, что поеду туда завтра, а сегодня мы переночуем на Тракстафе, потому что я позвонил клиенту. Там ферма, короче, поле, и ночью с дороги я просто не найду даже, куда заезжать. Вот, поэтому я решил переночевать на Тракстафе, а завтра с утра мы уже доедем, сколько останется, километров 30-40. Разгрузимся и сразу полетим в Атланту ученицам. Вот. Сейчас скоро будем через часа полтора делать остановку, отужинаем. Впереди у нас будет город Джексонвиль, Флорид. Это самый северный город большой. Вот видите, знак стоит и написано до Джексонвиля 116 миль. Это где-то 180 километров. Как раз перед ним мы остановимся, покушаем. И уже прямиком до нашей ночной стоянки поедем туда отдыхать. Вот так и проходит день. Но мы сегодня всего лишь отъехали еще только 200 миль. Это 320 километров. Вот. Очень сложно после двухнедельного перерыва, когда начинаешь работать. Как-то эти мили так сложно даются. Вот. А потом, когда уже втягиваешься, как говорится, второе дыхание открывается. И все, я уже попер, попер, попер там эти 600-700 миль. Вообще не замечаешь, как ты проезжаешь за день. Вот. Но это надо втянуться в работу. Пока у нас начало такое очень, скажем, глухое. Едем на ремонт. Там, скорее всего, день придется подождать. Переночуем в отеле. Скорее всего, там же, где были в прошлый раз. Вот. Ну и оттуда уже стартанем. Я надеюсь, что до пятницы мы должны взять хороший груз. Over weekend. Там уже на понедельник разгрузится. Может, куда-нибудь в Калифорнию поедем или еще куда. Посмотрим, куда деньги будут платить, туда и поедем. Если хорошо заплатят, то и обратно поедем в Майами. Я как бы этим не это... Не боюсь. Не знаю, как такое сказать. То есть, если есть рейс в Майами, ну почему бы и нет. Ничего страшного, что я только вчера из дома выехал. Ну, значит, хорошо заработаю. Приеду домой, покушаю, помоюсь. Высплюсь, поеду обратно. Вот и все. Так что не переключайтесь, ребята. И до завтра. Ребят, смотрите, какое я хочу вам сказать, кто будет ездить. Вот видите, как страпы у парня болтаются. И шум от них стоит такой. Бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл так что вот сейчас приблизим посмотрим вы видите как они трясутся так что следите за своим и куй плотным ребята вот так вот иногда флорида радуется ими дождями даже дождем это назвать сложно ливень такой сильный вечно как я не еду вечно меня какая-то застанет и погода а еще и ночью вообще бомба ребята всем доброе утро среда 10 декабря так встречает нас утро в штате южная каролина вчера как я говорил я не доехал до разгрузки потому что вот такая вот локальная дорога сельская встать негде даже обочин нету позвонил я с утра клиенту договорились встретиться в каком-то городе осталось нам ехать где-то 16 километров вот и он нас проведет уже туда на ферму где мы будем разгружаться такой вот тут интересный перекресток на колхозных дорогах видите знак стоп все должны остановиться ночевала на такой маленькой ужасной заправочкой не она в принципе неплохая но единственное что мне не повезло у них сломалась канализацией даже не зайти ни кофе не взять не санузел посетить короче вот такое вот утро выдалось ничего водички попили да и ладно так что ребята будем минут через 15 на разгрузке снимем там не переключайтесь значит приехал вот этот дядечка видите очень пунктуальный мужчина 15 простоял его прождал сейчас мы едем к его ферме но тут буквально полтора километра осталось заезд там не очень придется как-то выезжать на встречку и 5 назад с правой стороны не очень удобно но посмотрим что там будет посмотрим что там будет ну вот так вот мы припарковались видится там есть маленький перекос почему я не встал прямо на дороге там у хозяина фермы какая-то техника находится сейчас мы будем ее разгружать поэтому попросил оставить ему место чтобы меня разгрузить блин тютелька в тютельку в лес сейчас покажу вообще офигеть видите здесь вот так вот мы оставили место хорошо но тут вообще миллиметров щек ребята видите как ну не очень легко на на шоссе такое с правой стороны так припарковаться красота красота рассвет природа лес прекрасная погода где-то градусов 8 на улице шикарно шикарно хороший хороший кадр для заставки да так вот утречка рассвет дорога фреддик шурчит слышно да как ролик просвистывает ничего потерпи немного братишка мы тебя подлечим скоро какая прекрасная да прекрасная поляна ферма мужичок достал свой фермерский трактор сейчас мы у него форклифт видите нету но мы обвяжем стропами наш лифтер подъемник и просто его на стропах поднимем будем разгружаться хорошо да прекрасно такой прохладный свежий воздух сырость сейчас хорошо вот летом конечно плохо здесь мошкары да до одного места что обернули подъемник видите двух сторон стропами сейчас он ковшом пытается его поднять разгрузка как говорится в колхозных условиях приближенно к настоящему ну-ка давай 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 только не уезжай так что-то он перекрутил блин ребят ну так случается иногда да значит когда видели да строп был перекручены и вот жалко я выключил камеру не заснял не сильный бум был но строп перекрутился и чё-то мужик не сообразил надо было остановиться ну ладно он немножко упал от ничего нормально все все ребята едем атлант ученица вот еду и ребят любуюсь красотами этими самыми и вот думаю смотрите видите поле и хлопок растет я вот сколько езжу встречал только очень много выращивают хлопок техасе оклахома канзас может быть немножечко мизури этом не видел но приблизительно короче центральная америка вот но чтобы южная каролина тут совсем недалеко от побережья и почва такая вот вроде лес лес трава а чуть-чуть буквально слой с ними на пару сантиметров там песок морской океанский песок как тут что-то растет не знаю но удивительно для меня было открытие видите что хлопок южной каролине выращивают сейчас как раз идет время сбора урожая проезжал несколько грузовых машин которые уже гружены и хлопком везут куда-то его видимо на продажу вот ну в общем такие вот новости ехать нам до атланты в данный момент двести тридцать шесть миль это до самого города нам немножечко ближе будет где-то наверно двести миль это триста двадцать километров я думаю еще где-нибудь остановиться потому что я с утра не кофе не пил не завтракал завтрак то у меня есть но хочется горяченького чем чая или кофейку взять ну а там дальше продолжим потом двигаться таки нашлась ребята маленькая заправочка на моей дороге да сейчас заправимся и вообще не планировал заправляться я так посмотрел здесь солярочка недорогая чтобы и не до так значит с посмотрим что там включит она не включить сказала мадам а иди в сову пистолет я включил увидеть папа все пошли кушать короче солярка по 259 за галлон обычно сейчас уже цены такие 279 289 3 доллара короче дорого я решил раз так уж получилось раз мы остановились тут то заправимся ну а пока трак заправляется пойдем возьмем макдональдс покушать возьмем да пора отвыкать от нормальной человеческой еды привыкать гамбургером и чизбургером прошу подделаешь если другого ничего нету дороге ладно сейчас самое главное кофеечку кофеечку чтобы день прошел замечательно не переключайтесь ребят макдональдс кофе и булочка блин я в этих краях краях себя это чувствую одним этим бледнолицым везде ходят загорелые парни смотрят на меня так со стороны здороваются лет говорят чувак прическа сегодня у меня прическа хиппи называется ребят ну все заправили смотрите баки полные по денежкам получилось 359 долларов 133 галлона сейчас мы закроем все это дело и пойдем возьмем чек и поедем дорогу поедем дальше так ну что ребят заправились взяли кофейку со всеми поздоровались со всеми попрощались все можно двигаться дальше я короче перестал улыбаться то что то знаете ребят меня иногда пугает моё хорошее настроение она почему-то всегда так закон подлости какой-то что когда у тебя хорошее настроение ты такой веселый бодренький то обязательно что-нибудь случится я щас как раз еду на ремонт так что мне сейчас веселиться и что-нибудь случится но совсем не кстати поэтому чуть-чуть как говорится мы помолчим радоваться будем потом когда починят наш трак мы снова будем строю о смотрите какой едет а офигеть контейнеры из него два огромных колеса торчат вот эта высота вот это я понимаю молодец так ну что продолжаем двигаться сторону атланты так у нас тут маленький городишко довольно таки ухоженный тази вон на том траке который повернул на них возят хлопок как раз таки сейчас повез хлопок которыми я говорил вот такая центральная улица downtown видите кстати они очень такие интересные маленькие городишки вот там будет улочка такая центральная сейчас я постараюсь показать и медленно проеду довольно симпатичный там и кафешки есть и ресторанчики но здание уже все старые я посмотрим да такой стайл видите интересно кока-кола ну и все закончился городок теперь выезжаем уже опять на просылочную дорогу люблю я ездить по таким дорогам местного значения хоть видишь как люди живут природа леса уже по хайвэям если честно устали ездить все одно и то же глаз замыленный уже не радуется а так вот едешь в это настроение поднимается солнышко на любой погоде радуешься даже и дождику нормально вот почти мы и добрались до до шапа где буду чинить фреддика значит кто будет сюда ехать ребята если будете смотреть мои видео пригород афланты 20 фривей используйте семьдесят восьмой экзит можно и с 80 заехать но там если кто посмотрел предыдущие ролики там есть такой коварный железнодорожный переезд там будет сложно можно застрять поэтому лучше ехать на семьдесят восьмой и заехать с обратной стороны там даже намного удобнее буквально через 10 минут мы уже будем на станции поговорим посмотрим что как ребята мне предложит насколько быстро смогут подлечить подлатать фреддика вот мы проезжаем восьмидесятый экзит если помните вот по левой стороне макдональдс и гостиница комфорт им где вы прошлый раз ночевали скорее всего сегодня туда же пойдем неплохая гостиница есть еще вот видите мотель 6 мотел 6 называется он дешевле но условия проживания там намного хуже до экзита осталось две мили здесь получается видите где-то две-три мили в объезд но я как сказал заехать там намного проще а дороги там такие узенькие повороты крутые так что лучше используя дорогу поудобнее кстати как я и говорил о законе подлости когда хорошее настроение обязательно что-нибудь случится вот я радовался нарадовался хорошему настроению вот у меня полетел навигатор взял просто выключился и больше не включается про это или нет не знаю может ему пришел сегодня последний день его жизнь последний день его жизнь ладно будем посмотреть что-то может подумает он одумает и включится так сейчас будем съезжать вот наш выход с кривая 78 поворачивается направо и потом еще раз направо то есть как бы в обратном направлении едется так повернули мы направо здесь мы еще разочек поворачиваем направо так хорошо зеленый так хорошо зеленый так хорошо зеленый вот такой тоже неудобный переезд стоит знак стоп и приходится останавливаться прямо на на путях поэтому надо быть тоже очень аккуратным покажу как здесь так вот желтый знак впереди который говорит нам что мы пересекаем железную дорогу и вот поворачиваешь налево и сразу направо вон там где машины едут легковые если видно отсюда так так слава богу поездов нету быстренько посмотрели чтобы не было слева справа машин останавливаться не будем будем поворачивать такая видите очень маленькая дорога вот ну собственно вот мы и приехали ребята сейчас буквально через 500 600 метров по левой стороне будет мастерская у ребят там можно сбросить трейлер будем чиниться правда они сказали что у них много траков сегодня надеюсь это не будет помехой так вот видите следующий заезд налево будем поворачивать так ну мы запарковались сейчас пойдем в офис потолку им включаем значит наш мега навигатор на статус of duty и ехали все вот так вот выглядит все это дело пошлите разговаривать с ребятами так так отстыковочка происходит так все отстыковались поехали послушаем что скажет доктор так ребята мы находимся на дилерской фритлайнер поехали за запчастями короче что нам тут насчитали 516 баксов короче что это получилось доктор сказал что надо менять ролики там где на ролики натяжные вот но они по отдельности не меняются так по отдельности ролики не меняются и пришлось покупать в комплекте получается три ролика там на два на два или три натяжных получается короче купили такую фигню я решил уже заодно взять все фильтра масляные фильтры топливные и воздушные фильтры двигателя короче уже если меня так менять посмотрим что надо будет поменяем что не надо оставим просто на следующий раз да и все все пригодится вот так вот выглядит все это барахло миллион коробок сейчас летим обратно почему сам поехал потому что если заказывать доставку если позвонить на дилерскую чтобы они сами тебе привезли это будет доставка бесплатно но можно и полдня прождать а может быть еще и до завтра вот ребята сказали у них всего сейчас обед все равно мне бы час пришло бы там стоять ждать вот они сказали если хочешь можешь подождать потом будем заказывать доставку вот а если хочешь я все понял я сам поел съезжу ну и все я полетел короче сам на дилерскую сейчас едем обратно час туда час обратно а что поделаешь ролики поменяли смотрите что делаем меняем топливный фильтр какая грязюка короче сейчас будем спрашивать начальника что он скажет с этим делать вот у нас уже новенькие ролики видите блестятся все натянуты состоит красиво новенькие 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 и все это видите идет вот сюда на топливный фильтр так что ребята имейте ввиду в будущем так ребят ну видите все смазали подтянули тормоза масло поменяли ролики поменяли фильтра все поменяли решили проверить везде в мостах масло в коробке все идеально все отлично и уже механик вылазил из под это из-под трака короче говорит слушаю тебя вид подвесной разбит я ну что делать раз раз надо значит надо короче меняем подвесной да 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 так снимаем вот эти бывают вот эти бывают вот эти бывают вот эти бывают закончили мы ремонт если вам слышно Фреддик шелестит подлечили мы братишку доктор сказал что жить будет значит поменяли масло поменяли все фильтра заменили ролики все все натяжные ролики и там еще два вот поставили ремни и отрегулировали тормоза и последним штрихом было поменяли навесной подшипник в самом конце обнаружили что он уже заклинил вот и мне повезло что обнаружили сейчас потому что в дороге бы мог сломаться конкретней вот ну вот и все ребята рейс закончен мы припарковались тут сзади большого магазина Home Depot я здесь уже бывал раньше знаю это место нормально сейчас мы тут сделаем все документы отправим вот ну и уже будем завтра ждать загрузку скажем так полноценный груз потому что в этот раз знаете у нас получился только ремонт скажем так как и одни убытки все ребята не переключайтесь до скорой встречи